Этот двор похож на настоящую сказку. Здесь и сказочные персонажи, и цветы, и качели. Он так и называется, сказочный дворик. Находится на улице Брянской в Трубчевске. Не верится, но все это сделано руками самих жителей. Когда есть контакт с управляющей компанией, то и руки не опускаются. И вот этот двор, он как бы является примером. Жильцы соблюдают платежную дисциплину, неравнодушны к своему двору. Сады, полисадники, цветы. Это показывает о том, как может жить простой, небольшой провинциальный дворик в любой точке нашей страны. Именно сюда и направились. Вместе с руководством управляющей компании и координаторами партийного проекта в регионе. Не в закрытых кабинетах, не по телефонам с автоответчиком, а лично во дворе дома жители встречаются со своим управдомом. Акция «Единая Россия» и призвана убрать границы между управляющей организацией и простыми гражданами, помочь им ответить на все вопросы и в целом ощутить себя собственниками своих домов. Вы собственники только своих квартир, но и должны быть собственниками своего двора, смотреть за ним. Потому что не всегда всякие нюансы и мелочи может сделать управляющая компания. А вы, если смотрите и вовремя доводите до них свои желания, или в свою душу вкладываете, вам же здесь жить. Когда у нас поменялась управляющая компания, у нас проблем не стало. Мы звоним и днем и ночью. Телефон мобильный у нас есть. Надо мы днем и ночью звоним ему. Любая проблема разрешается сразу. В рамках партийного проекта «Управдом» жильцам рассказывают последние веяния в жилищном законодательстве, на что идут их деньги, что отремонтировано. Совместно обсуждаются планы работ. Важно, это не одноразовая акция для управляющей компании. Планомерная работа ведется в течение года. Каждый год по окончанию отчетного периода, это где-то май месяц, начало мая месяца, у нас проходят отчетные собрания. Естественно, где управляющая компания, вот уже два года подряд мы отчитываемся, доносим для людей результаты, с которыми мы сработали. Естественно, на этих же собраниях также выносим обсуждение. Это задолжниковым, кстати, это бич на всех управляющих компаний. Кстати, на таких встречах в рамках партийного проекта «Единая Россия. День открытых дверей управляющих компаний» и по задолженностям даются разъяснения. Когда жильцы видят, кто и сколько должен, уже складывается понимание, какие деньги могли бы пойти на содержание дома. Мы оговариваем, какие деньги имеет дом, какие деньги и мой дом, что было потрачено, мы им, естественно, показываем. Это уже наглядно, потому что люди видят, у кого переложили, допустим, теплотрассу, у кого переложили канализацию, у кого балкон был отремонтирован, крыши, двери, все что угодно. Естественно, по деньгам мы планируем, что будем делать на следующий год. Всероссийская акция «Единой России» стартовала 5 июня. И стать более открытыми к людям смогла не только управляющая компания «Жилкомсервис Трубчевск». К ней присоединились и брянские управдомы, такие как «Агат», «УК-сервис», «Современный дом» и другие. И, возможно, благодаря таким партийным проектам между управляющими организациями и собственниками жилья будет больше взаимопонимания. Андрей Мамошин, Анатолий Чиклигин. События. Трубчевск.